Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День юного героя-антифашиста. Классный час и конкурс чтецов, приуроченный к этой дате, прошел в школе номер 20 поселка Забойского. В рамках классного часа ученики сельской школы слушали рассказы о своих сверстниках, о тех мальчишках и девчонках, на чьих хрупкие плечи легла тяжесть невзгод и бедствий военных лет. Когда пришел час тяжелых испытаний, совсем еще юные ребята, отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, стали партизанскими разведчиками, рабочими полей, претерпевая жесточайшие пытки во имя своей страны. Марат Козей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков – вот юные патриоты, герои Советского Союза, о которых узнали школьники. Цель данного мероприятия была привить патриотизм нашим детям, чувство гордости за наш народ, за детей, которые такие, как они, отстояли нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Также в рамках классного часа ребята участвовали в школьном конкурсе чтецов под названием «Читают дети о войне». Мама, тебе эти строки пишу я, тебе посылаю сыновий привет, тебя вспоминаю, такую родную, такую хорошую, слов даже нет. Мы были беспечными, глупыми были, мы все, что имели, не очень ценили, и поняли, может, лишь тут, на войне, приятели, книжки, школьные споры. Все сказка, все в дымке, как снежные горы. Желающих рассказать стихотворение на школьном конкурсе было немало. Один за другим ребята выходили на сцену и с выражением рассказывали стихи о войне и жизни в военное время, о тех, кто сражался во имя Родины. Впечатлила жюри ученица начальных классов Карина Маловкина. Благодаря своему артистизму девочка стала победителем школьного конкурса. Вчера мне рассказывал дедушка Женя, отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат, один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов. Все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнул мой дедушка, Родина с нами. И все побежали навстречу врагу. И стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались, о смерти забыв. И вот удалось совершить им прорыв. Сквозь лес, по болоту они уходили. А деда медалью потом наградили. О Великой Отечественной войне в стихах рассказывали ученики начальной школы. Но несмотря на свой юный возраст, они смогли достойно прочитать сложные и совсем не детские произведения. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа События.